Малину испортить не дадут, а вот собрать клубнику с грядки всем дачникам и фермерам поможет новый робот, у которого никогда не болит спина. Американские инженеры разработали удивительную самоходную машину, предназначенную для сбора таких нежных ягод. Именно поэтому в клубничных хозяйствах обычно используется ручной труд, но теперь на нём можно сэкономить. Каждую ягодку, которая прячется под листьями, робот высматривает камерами. Для распознавания объектов применяются мощные компьютеры, а для захвата клубники специальные манипуляторы из мягкого пластика. И самое удивительное, что этот работяга может собирать урожай сразу с нескольких клубничных грядок. Прогресс в мире техники. Сохранится ли там душа в этой клубнике? Лишь бы не было пестицидов. Две в ящик, одно в рот. Об автомобилях. Сейчас не только автоматизация, но и гибридизация, сочетание классического двигателя внутреннего сгорания и электромотора с батареей всё чаще встречается на дорогах. Сразу несколько мировых брендов готовят к премьере новые интересные модели. Иван Зинкевич уже узнал кое-что об их возможностях. Гибриды сегодня выпускают всё больше и больше брендов, причём в разных классах и кузовах. Современные модели очень надёжны и уже не намного дороже обычных с классическим ДВС. При этом они становятся всё более экологичными и экономичными. Но это их сегодняшнее. А что нам предложат завтра? Ауди проводит глобальную электрификацию своих авто. Это будут и седаны, и кроссоверы. Но один из самых интересных – Q8. Визуально гибридная версия отличается от обычной лишь наличием дополнительного лючка для электрической зарядки. Под капотом трёхлитровый бензиновый V6, работающий в паре с электродвигателем. Вся эта система выдаёт суммарную мощность 367 лошадиных сил. Привод полный, а коробка передач – семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Премьера назначена на начало следующего года. На последнем автосалоне в Детройте «Форд» представил новое поколение легендарного внедорожника «Эксплойер». А вот тесты его гибридной версии сейчас активно проходят на родине в США. Как и у всех таких моделей, от обычной визуальной её можно отличить по дополнительному лючку для зарядки электродвигателя. Его крышка находится в левом крыле. Машина получила стандартный трёхлитровый бензиновый турбированный мотор мощностью 350 сил, плюс электродвигатель. Вся эта система выдаёт около 450 лошадей. Запас хода на электротяге составит около 40 километров. «Эксплорер» сможет даже буксировать прицепы весом до 2,5 тонн. Презентация намечена на начало 2020 года. «Бентли» тоже не остался в стороне и проводит испытания гибридной версии своего, ещё не представленного, роскошного седана «Флайнг Спа». Тесты проходят в том числе в заснеженной Лапландии. Внешне электрифицированный вариант также ничем не отличается от обычного, кроме дополнительного люка. Под капотом работает бензиновый турбированный двигатель объёмом 2,9 литра и электромотор. Общая мощность системы – 456 лошадиных сил. Запас хода только на электротяге около 50 километров. Точная топливная эффективность пока неизвестна, но ходят слухи о 4-5 литрах на 100 километров. Презентация новинки намечена на сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Какой можно сделать вывод? Перспектива гибридов ещё недавно была туманной, потому что акцент был сделан на электричество. Но теперь понятно, что это не совсем так. Разные бренды в разных классах тестируют именно такие версии. Видимо, всё-таки гибриды будут очередной ступенью между обычными автомобилями и электрокарами, потому что переход к электричеству должен быть поэтапным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова